Владелец промоутерской компании Top Rank Bo Parum не считает, что бой Конора Макгрегора и Флойда Майвезера достоин сравнения с противостоянием Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Бой Майвезера и Макгрегора это фарс, если говорить о реальном бое, то это поединок Головкина и Канело, это настоящий бой, он на том уровне, когда его вполне можно показывать, на Pay Per View никто не говорит, что это неправильно, он подходит для Pay Per View, это очень хороший бой, сказал Арум в интервью. Твиттер Зеха Иманитес, публикующий новости и мемы на боксерскую тематику, в шуточной форме проиллюстрировал слово американского боксера Джермала Чарла, адресованные Геннадию Головкину, также ведущий аккаунта припомнил похожие слова кубинского боксера Эрислан Дилары, выступающего в юниорском среднем весе, на картинке Чарла, и Лары запечатлены выглядывающими из-за спины известного менеджера Элла Хеймана, Джермал говорит, где ты 3G, а Эрислан Ди отвечает ему, не волнуйся, я вызываю его на бой годами, суть троллинга в том, что, как показывает практика, многие боксеры хотят драться с Головкиным, только на словах, но как только дело доходит до реальных переговоров, сливаются, так было и в случае с Эрислан Диларой. Британская боксерша Наташа Джонас, несмотря на свой возраст, 33 года, недавно дебютировавшая на профи ринге, прокомментировала предстоящие бои, Майвизер, Макгрегор, победит Майвизер, без вариантов, хотя если честно, я небольшая фанатка их, обоих, Канело, Головкин, вот это будет настоящий бой, написала Джонас в твиттере. Начато изготовление специального титула WBC для победителя поединка, Геннадия Головкина, и в Сауле Альвареса, который пройдет 16 сентября, президент Совета Маурисия Сулейман, в своем твиттере опубликовал фото центральной части пояса, только что получил бляху для пояса, койчоли, к бою 3G и Канело 16 сентября, написал функционер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова